Кто стал мини-мисс Северодвинск 91-го года и сколько стоило оставить ребенка в детской комнате в универмаге в то же время? О таких фактах сегодня может рассказать городская история. Газеты за 54 года изучили работники Краеведческого музея. Завтра там откроют выставку «Черновик истории», где представят ключевые события каждого десятилетия со дня основания судостроя и до развала Советского Союза. Героиня этой маленькой заметки уже давно не ребенок, но все же носитель достойного титула. 23 года назад десятилетняя Елена Лещева стала победительницей первого в городе конкурса мини-мисс. Сейчас это помнит номер газеты «Северный рабочий» от 15 июня 91-го года. После победы Елене предложили главную роль Мальвины в театре «Автограф», а в награду за первое место дали игрушечного медведя. Тогда планировали, что будет какая-то очень красивая кукла, но вот решили куклу то ли не купили, то ли передумали, и был огромный рыжий медведь. Вот он был, наверное, с меня практически ростом. Я помню, это было такое счастье, когда меня мама с бабушкой провожали, потом мы шли домой из парка, из детского. Я держала этого медведя, они мне предлагали понести, он же тяжелый, большой. Я думала, нет, вот это вот мое достояние, мое счастье, я его донесла до дома. Он сохранился? Да, да, он до сих пор живет вот у моей мамы там на диване в совокупности с другими медведями. Вот он до сих пор жив, его зовут мистер Майкл. В Краевическом музее готовят выставку «Черновик истории». Проект получил грант благодаря победе в конкурсе благотворительного фонда Потанина. Хранители истории изучили каждый номер газеты «Северный рабочий» за 54 года. За это время она сменила название трижды – «Сталинец судостроя», затем «Сталинец» и «Северный рабочий». Первые номера состояли только из писем читателей. Писали не только о каких-то радостных событиях своей жизни, об участии в конкурсах, в спортивных состязаниях, а и о том, какие недостатки есть в нашем городе. О том, что гражданка Иванова держит в своей квартире козу. О том, что магазин закрыли на 20 минут раньше, как раз после того, как в него привезли резиновые боты. Занимательных фактов на выставке немало. Например, свои заметки в «Северный рабочий» писали молодые внештатные авторы Наталья Суровцева, сейчас начальник управления культуры городской администрации, и Лев Востряков, министр культуры Архангельской области. Также на выставке страницы уже заводских газет поведают о заказах «Севмаша», правда в завуалированной форме. О тонкостях цензуры расскажет краевед Александр Бурлов. Выставка редакции откроет свои двери завтра в 15 часов и продлится до конца года. Марина Хохлова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. Северодвинска.